Ужин уже походил к концу, когда Анна рискнула рассказать мужу о том, что ее давно волнует и о чем она до сих пор не решалась поговорить. «А твоя мама, Андрей, каждый день обзывает и унижает меня», — как бы, между прочим, заявила Анна и смело посмотрела на свекровь. «Что вы так на меня смотрите, Добромила Богдановна? Скажете, не так? Скажете, не было такого? А как угрожали мне? Тоже забыли? Не было, скажете?» Анна посмотрела на мужа. «Когда тебя нет, Андрей, твоя мама постоянно угрожает мне, гадости мне говорит, даже когда я в ванной нахожусь или в туалете. Подойдет к самим дверям и говорит. А вчера Анна сказала, что когда-нибудь я усну и не проснусь. И мечтает, чтобы я поскорее исчезла не только из вашей квартиры, но и из ее и твоей, Андрей, жизни. Она сама мне об этом говорила». Анна снова смело взглянула на свекровь. «Что? Скажете, и этого не говорили? А как толкнули позавчера, тоже не помните? Кулаком в бок, когда проходили мимо и якобы споткнулись. Вы мне чуть ребро тогда не повредили, Добромила Богдановна. Вот, посмотри, Андрей, он стал уже темно-синим». Анна показала мужу свой бок. «А если я ребенка жду?» – продолжала Анна. «Не думали об этом? Или из-за нелюбви ко мне вы готовы жертвовать всем, даже здоровьем своих будущих внуков? А может, наоборот? А, это вы сделали нарочно, чтобы у меня не было детей». «А ты ждешь ребенка?» – испуганно спросил Андрей. «Не знаю. А почему нет? Всякое может быть правильно. Мы ведь хотим детей и все делаем для этого. Может, и жду. Я сейчас не об этом, а о твоей маме». «А вас, Добромила Богдановна, за что вы меня так не любите?» Добромила поняла, что сейчас самое время уйти из кухни. «Пора сбегать», – подумала она. «Но сделать это нужно красиво, чтобы всем стало ясно, как я оскорблена и обижена. И что мне нехорошо. Надо подумать о чем-то грустном». «О чем же подумать?» «А, вот, придумала. Вчера в сериале главная героиня поссорилась с любимым. Несчастная женщина. Мне ее очень жаль. Прям до слез». Глаза Добромилы стали постепенно увлажняться. Когда они достаточно наполнились слезами, Добромила с удивлением посмотрела сначала на невестку, затем на сына. Сделала вид, что хочет что-то сказать, но передумала, потому что не нашла сил. После этого она грустно улыбнулась, встала из-за стола и, чуть качнувшись, слабой походкой, опираясь на стену и мебель, вышла из кухни, тихо прикрывая за собой дверь. «Мама!» – протягивая руки, крикнул ей вслед Андрей. Но было поздно. Добромила уже закрывала за собой дверь. «По-моему, вышла я красиво», – весело подумала свекровь. «Жаль только, что не видела их лиц. Но я могу себе это представить. Гадости я ей видеть или говорю, когда она в туалете или в ванной. Ну, говорю. И что? А кто тебе поверит, что я говорю? В том-то и дело, что никто. Потому что в такое поверить вообще невозможно. Такое даже представить трудно, а не то, что поверить. Смешное, честное слово. Нашла кому жаловаться? Сыну моему. Неужели она всерьез полагает, что хоть какой-то сын поверит, что его мать способна стоять у дверей туалета и говорить своей невестке гадости? Нет, она не смешная. Она просто не в себе. Отойдя от кухни на несколько шагов, Добромила улыбнулась, развернулась и, радостно потирая руки, тихонечко, на цепочках, вернулась к закрытой двери кухни и стала слушать. Счастливая улыбка сияла на ее довольном лице. — Вот зачем ты так, Анна? — строго произнес Андрей. — Что зачем? — уточнила Анна. — Зачем ты наговариваешь на мою маму? Я же знаю, что моя мама на такое не способна. И я не понимаю, зачем ты так поступаешь? Ведь она к тебе со всей душой разрешила нам жить в ее квартире, пока на свою не накопим. Предоставила в наше распоряжение самую большую комнату, а сама ютится в маленькой. Ее комната всего на один метр меньше нашей. И что? Меньше ведь? Наша восемнадцать, а ее семнадцать метров. — Меньше, — согласилась Анна. Но ее комната в семнадцать метров с застекленной шестиметровой лоджией. Итого двадцать три метра. Так что не надо говорить, что ее комната меньше. — А то, что нам с тобой не надо было холодильник покупать, потому что мама выделила нам целую полку в своем холодильнике и целый ящик в морозильной камере. И в результате мы смогли сэкономить кучу денег и отложить их на покупку квартиры. Это, по-твоему, ничего не стоит? Да лучше бы мы свой холодильник купили, а квартиру снимали. А то приходится теперь и на себя, и на нее еду покупать. Это как? Нормально, по-твоему? — Тебе не стыдно такое говорить, Анна? Ты должна перед моей мамой извиниться. — Так ее, сынок, так! — радостно думала Добромила. Ишь, чего удумала? Мать с сыном решила поссорить. Не выйдет. А жить в своей квартире я тебе разрешила только по одной причине — чтобы ты рядом всегда была. Так мне легче портить тебе жизнь. А не пусти я тебя в свою квартиру. И что тогда? Вы бы попросту сняли ее. И никаких методов против тебя у меня тогда не было бы. Не в гости же к вам каждый раз ездить без приглашения? Хотя в гости, конечно, можно. Но здесь есть риск. Вдруг ты меня перестанешь пускать. А здесь я хозяйка. И ты у меня всегда перед глазами. И живу я за ваш счет. Квартиру и еду вы мне оплачиваете. И сына моего ты ни в чем не убедишь. Потому что в ту чудовищную правду, которую ты ему говоришь, нормальный человек просто не сможет поверить. А мой Андрей — нормальный. И получается, дорогая невестошка, что? Твое слово против моего. Вот что получается. И придется тебе передо мной извиниться. Эх ты! Наивная простота! Куда тебе против меня? Чтобы со мной тягаться, тебе хитрости не хватит. Прежде поживи с мое, тогда, может, и научишься. И то, едва ли, с твоей-то прямолинейностью. А твоя мама предупреждала, что ты мне не поверишь, произнесла Анна. Не смей! — закричал Андрей. Так говорить про мою маму, сейчас же пойди извинись перед ней. «Ну, тебя!» — тихо ответила Анна, поднялась из-за стола и вышла. Добромила вовремя успела отбежать от двери. «Ну что, рада, небось?» — спросила Анна, проходя мимо свекрови. «Ну зачем ты так, доченька?» — громко и ласково произнесла Добромила и больно толкнула Анну кулаком в спину. Вернувшись на кухню, Добромила посмотрела на сына. «Я ничего такого не делала и не говорила, сынок!» — сказала она. «Ты мне веришь?» «Верю, мама!» — ответил Андрей. «Ты не обращай на Анну внимания. Я уверен, что она это не со зла, — она говорила, — просто у нее, наверное, на работе что-то случилось, поэтому и чувствует душевное напряжение. Вот она и чудит. Так-то она хорошая, и я люблю ее, мам. «Да я и не обижаюсь, сынок!» — произнесла Добромила. «Я ведь все понимаю. И правильно ты говоришь. У нее, наверное, с работой не все в порядке. Вот она и наговорила лишнего. А так-то она женщина хорошая. Правда, ей бы специалисту показаться не помешало. Кого же она нам родит? Подумай, сынок. «Да, и опасаюсь ей с ней один на один в квартире оставаться. У нас ведь здесь и ножи, и вилки. Может их спрятать, а, сынок, как ты думаешь?» «Ножи и вилки?» «На всякий случай. А то, кто ее знает? Я уже серьезно опасаюсь к ней спиной поворачиваться». «Даже не знаю. А как же мы без ножей и вилок будем, если спрячем их?» «Тоже верно», – грустно вздохнув, произнесла Добромила. «Никак. Ладно, уж потерплю как-нибудь. Буду осторожной. Но в любом случае, знай, что я люблю вас обоих. А ее, к тому же, еще и очень жалею. Но специалисту ей показаться стоит». Добромила сделала себе еще чай и бутерброд с ветчиной и сыром, подмигнула сыну и стала есть. «Скоро Новый год», – произнесла она. «Надо подумать, как его праздновать будем. Я списочек составлю, что нужно приготовить, передашь потом Анне. Договорились?» Андрей с радостью согласился. Он был счастлив, что мама так быстро прощает обиды и теперь ни на кого не сердится. «Это же надо», – думал он. Ее жестоко и незаслуженно оскорбили, а она продолжает спокойно жить, как ни в чем не бывало. Каким же добрым сердцем нужно обладать, чтобы вот так просто не держать зла и легко прощать обиды? «Поразительно!» «Как же я хочу, чтобы моя Анна хоть чуточку была похожа на мою маму!» А Анна в это время уже хотела собирать вещи и уходить, но сдержалась. «Сперва нужно сделать так, – подумала Анна, – чтобы Андрей убедился, что я его не обманываю. А после можно и уходить. Надо что-нибудь придумать, чтобы Андрей са услышал, как его мама со мной разговаривает, когда его нет дома. Но как это сделать? А что, если записать ее слова на диктофон, а после дать послушать Андрею? Точно! Так и сделаю!» У Анны сразу поднялось настроение, и она мало того, что вернулась на кухню, но и извинилась перед свекровью. «Простите, Добромила Богдановна, была неправа, – произнесла Анна. Погорячилась, молодая еще, необъезженная, поэтому и вышла за границы дозволенного». Анна села за стол, налила себе чай и сделала себе бутерброд с сыром, шпротами и зеленью. «Может, и в самом деле ребенка жду», – продолжала она, откусывая бутерброд и делая глоток чая. «А, Добромила Богдановна, как? Такое возможно? Вы, когда Андрея ждали, наверное, тоже со свекровью грызлись?» «К сожалению, Аннушка, мне не повезло, как тебе», – грустно ответила Добромила. «Не повезло, как мне?» – удивилась Анна. «Да ладно! А что так?» «У меня не было свекрови», – вздохнув, ответила Добромила, – «тоже делая себе такой же бутерброд, как у Анны. Я вышла замуж за сироту». «Ах, простите, Добромила Богдановна!» – воскликнула Анна. «Я не знала, что в вашей жизни было такое горе!» «Ничего страшного», – сухо ответила свекровь, с трудом сдерживаясь, чтобы при сыне не наговорить невестке каких-нибудь гадостей. Андрей не замечал в словах Анны скрытой иронии и сарказма. Он радовался тому, что между мамой и Анной снова установились хорошие отношения. А вот Добромила сразу почувствовала истинное настроение Анны. И тут же поняла, что невестка задумала недоброе. «Поэтому и веселая такая», – подумала Добромила, – «даже извинилась. Не иначе хочет вывести меня на чистую воду. Вон с каким аппетитом уплетает бутерброд. Вижу, вижу, недоброе задумала». «Но как? А главное, что она хочет сделать? Думай, Добромила, думай. А что, если она решила записать мои слова на диктофон? Это вполне возможно. С нее станется. Такая подлая натура у этой девчонки, что она на все способна. Нажмет кнопочку на диктофоне и спрячет его в карман. Почему нет? Легко. Как хорошо, что я догадалась о ее хитрости. Нужно будет с ней теперь аккуратно разговаривать. И когда замечу, что она меня записывает, говорить только нежные и ласковые слова. Вот будет потеха». Через три дня Анна поняла, что свекровь разгадала ее хитрость. «Только в пустую время потратила», – думала Анна. «Свекровь как чувствует, что у меня диктофон в кармане. И сразу такая ласковая становится, вся такая вежливая, аж тошно. А стоит только без диктофона с ней встретиться, как сразу получаю в свой адрес и оскорбления, и угрозы, и тычки. Как ей это удается? Может, у нее прибор есть, который сообщает, что я с диктофона? А иначе я не могу объяснить ее прозорливость. Загадка». Конечно же, у Добромилы не было никакого прибора. Всему виной был счастливый вид Анны, когда в ее кармане был спрятан включенный диктофон. В такие моменты Анна ничего не боялась и вела себя очень смело. А свекровь это сразу подмечала и тут же становилась доброй и ласковой. Но стоило Анне остаться без диктофона, как тут же это отражалось на ее внешности. В глазах появлялся страх, а Добромила это сразу видела, и Анна получала от нее по полной программе. Но однажды ночью Анна поняла, как именно свекровь до всего дознается. И придумала другую хитрость, без диктофона. «Если диктофон так сильно влияет на мое поведение и внешность», думала Анна, «придется действовать без него». Анна пришла на кухню готовить ужин без включенного диктофона. Добромила, которая была уже та, сразу это поняла и начала говорить гадости, ничего не опасаясь. Она говорила, 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 без остановки, а Анна слушала и молчала. Но в какой-то момент Анна сказала свекрови, что ей срочно нужно выйти в туалет и чтобы она последила за молоком, которое стоит на плите. Только тогда Добромила обратила внимание на стоявший на плите ковшик до краев, наполненный молоком. «А зачем ты молоко-то кипятишь?» спросила Добромила. «Мясо в молоке буду делать», ответила Анна. «А зачем так много молока?» «Как надо», ответила Анна и выбежала из кухни. А Добромила в это время продолжала свою речь. Она стояла у плиты, смотрела на ковшик с молоком и говорила, говорила, говорила гадости про Анну и так, чтобы та все слышала. Туалет находился рядом с кухней. Но только Анна туда не пошла. Ее ждали в прихожей два собранных чемодана. Именно в это время в квартиру вошел Андрей. Он приехал на час раньше, чем должен был. Об этом его попросила Анна, прислав сообщение. Когда Анна увидела в окно, что муж скоро войдет в квартиру, она и попросила свекровь последить за молоком. Анна знаком показала Андрею, чтобы он молчал. «Что случилось?» шепотом спросил он. С кухни раздавался громкий голос Добромилы. «С кем мама разговаривает?» спросил Андрей. «Со мной», ответила Анна. «Послушай, тебе будет полезно». «А ты?» «А я это уже слушала много раз», ответила Анна. Анна взяла чемоданы и вышла из квартиры. Андрей остался один в прихожей. Он слушал, что говорила мама, и ему становилось страшно. Добромила не слышала, как Анна вышла из квартиры и продолжала говорить. Она стояла у плиты, смотрела на ковшик с молоком и говорила, говорила. Это были все те же обычные угрозы в адрес Анны и гадости про нее, которые Добромила говорила невестке постоянно. Только в этот раз она говорила их громче, чем обычно, чтобы Анна могла их слышать, находясь в туалете. В конце концов молоко стало подниматься, и Добромила, продолжая говорить, сняла ковшик с плиты, вышла из кухни и встала около двери туалета. «Ты можешь сидеть там сколько угодно», продолжала Добромила. «Только знай, что я все равно тебя никогда не полюблю и буду портить тебе жизнь до тех пор, пока ты будешь женой Андрея». «А зачем?» – тихо спросил Андрей. Добромила, услышав голос сына, сразу все поняла и замолчала. «Это ловушка», – не поворачиваясь, подумала она, – «и я в нее попалась. Ловко же она меня. И что делать? Спокойно. Главное, не суетиться. Еще все можно исправить. Вот только как?» Анна так и не простила Андрея за его, как она считала, предательство, и они развелись. Добромила была счастлива. «Пусть так», – думала она, – «и Андрей теперь знает, что я не белая и не пушистая, но своего-то я добилась, а значит, была права. Анна получила по заслугам, а сын при мне». А вот Андрей всерьез разозлился. «И не столько на маму, сколько на всю ситуацию в целом, ведь совсем недавно у него была жена, а теперь он один». Андрей стал искать себе другую жену, но в этот раз он искал такую, которая бы не сбежала от него. И нашел Веселину, а вскоре Веселина стала его женой. И за семь лет родила Малушу, Милославу, Тихомиру и Неждану. А Добромила теперь круглый год живет на даче, потому что не ужилась с новой невесткой. В самом начале Добромила попыталась вести себя с Веселиной так же, как с Анной, но у нее ничего не получилось. «Добромила, по всему, видать, приняла меня не за то. Бывает, на первый раз прощаю, но впредь не советую и на будущее. Подумай, что нам, наверное, лучше будет жить отдельно друг от друга. «Правильно, у тебя ведь есть дача под Москвой, вот и поезжай туда, от греха подальше, а то ведь я в следующий раз тебя не так пихну». «Я сыну пожалуюсь!» — кричала из туалета Добромила. «Не сыну, а мужу моему. Так вот, не советую, он тебе все равно не поверит, потому что кто поверит, что невестка способна такое вытворить со своей свекровью? Твое слово против моего, а я стану все отрицать. А кроме того, ты уже умная тетка, Богдановна, тебе ли не знать, что ночная кукушка дневную перекукует? Слышала такое?» «Слышала», — ответила из туалета Добромила. «Вот и славно, что слышала. Это во-первых. А во-вторых, Богдановна, разозлила ты меня сейчас этими своими угрозами всерьез. Сыну она пожалуется на меня. Я тебе пожалуюсь, я тебе так пожалуюсь, век помнить будешь. И если ты не свалишь на дачу, то я ее продам и часть денег на себя потрачу. А тебе куплю комнату в коммуналке, так что выбирай». И Добромила решила, что лучше уж жить на даче. И, живя там, она с грустью вспоминала, какой хорошей невесткой была Анна. «Анна ведь тоже была ночной кукушкой», — думала Добромила. «Тоже. А тогда почему она меня не перекуковала? Почему? Ведь как было бы хорошо, а? Не было бы никакой веселины, и все были бы счастливы». Продолжение следует...